Распотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге Распотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге 16.56, 11 августа 2019 года РИА Новости, Марина Давыдова Летний день в Петербурге РИА Новости, Марина Давыдова С.Петербург, 11 АВК РИА Новости Управление Распотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило в воскресенье о нормальном радиационном фоне в городе в связи с неподтвержденными данными СМИ о его возможном ухудшении. В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МОРФ сообщала, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировала гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военные ведомства, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что направил руководству города, а также регионального управления МЧС обращение с просьбой разъяснить, есть ли опасность того, что образовавшееся в результате аварии радиоактивное облако достигнет Санкт-Петербурга. В связи с появлением в средствах массовой информации и неподтвержденных данных о возможном ухудшении радиационной обстановки на территории Санкт-Петербурга Управление распотребнадзора информирует. По состоянию на 11 августа 2019 года радиационная обстановка в Санкт-Петербурге стабильна и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей, говорится в сообщении ведомства. 9 августа, 17.14. В Архангельской области риска для здоровья жителей после чрезвычайного происшествия нет. Как отмечает городское управление распотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения. Мониторинг включает контроль за радиационным фоном, объемной активностью радионуклидов в атмосферном воздухе и атмосферных выпадениях, удельной активностью радиоактивных веществ в почве, воде открытых водоемов, а также источников питьевого водоснабжения.